Это программа «Область новостей». Здравствуйте! В студии Елена Самарская. В начале выпуска коротко о главном. Собрание фракции и пленарное заседание. Какие вопросы рассматривали депутаты регионального парламента, знает Дмитрий Шапкин. Улучшение демографической ситуации в регионе, поддержка многодетных семей, а также добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции на Донбассе и Украине. Эти и другие ключевые вопросы сегодня обсудили депутаты областной думы на очередном заседании. Забота о сердце. Акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которую провели в поликлинике областной клинической больницы в репортаже Олеси Павловой. 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать питание, физическую активность и исключить употребление табака. Женский образ глазами женщин. Как красоту прекрасной половины человечества посредством иголки и нитки смогли передать участницы новой выставки, расскажет Елена Хромова. Один из мыслителей как-то сказал, что женщина как в семь нот. Казалось бы, их все знают, но каждый день они звучат по-разному. Женщина каждая индивидуальна и неповторима. Возможно, поэтому ее образ уже многие века интересует мастеров декоративно-прикладного творчества. В Тамбовской области приступили к выполнению поставленных президентом задач по частичной мобилизации граждан, сообщает официальный сайт администрации региона. Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции на территории Украины и освобождении Донбасса, а также о мерах по защите, суверенитету и целостности государства. Лидер страны сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мы уже приступили к выполнению поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путином задач, касающихся частичной мобилизации. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях объявлен референдум. Для оказания помощи в его проведении уже сегодня в подшефной нашему региону, Новоайдарский район, выехали представители Тамбовской области. В ближайшие дни отправятся еще, сказал глава Тамбовской области Максим Егоров. С начала специальной военной операции в Тамбовской области открыты 12 пунктов временного размещения беженцев на базе санатории в гостиниц социальных учреждений. Тамбовская область готова и дальше оказывать помощь переселенцам и обеспечивать их всем необходимым. Отметим, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. К призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Граждане России, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и все выплаты, которые полагаются контрактникам. Жители области просят расширить спектр работ по программе формирования комфортной городской среды и приблизить ее к региональному проекту «Дворы Тамбовщины». Эту тему сегодня затронули на одной из фракций областной думы. На пленарном заседании парламентарии утвердили поправки в закон о денежной выплате из бюджета участникам спецоперации на Донбассе и Украине. Все подробности в сюжете Дмитрия Шапкина. В Тамбовской области постепенно начинается отопительный сезон. Как пояснила на заседании одной из фракций областного парламента, исполняющей обязанности начальник управления ТЭК и ЖКХ области Елена Выгузова, в 17 муниципалитетах батареи потеплели на социальных объектах – в школах, детских садах и больницах. «Уже запущено 42% детских садов, 37% учебных заведений и медицинские учреждения – 22%. Подготовка к зиме и начало топительного периода приходит в штатном режиме». Как выяснилось, жители области высоко оценили региональный проект Дворы Тамбовщины, который по уровню благоустройства превзошел федеральную программу формирования комфортной городской среды. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по труду и социальной политике областной думы Ирина Тен. «Жители интересуют, будет ли конкурс по проекту Дворы Тамбовщины. Это связано с тем, что проект Дворы Тамбовщины предполагает полное благоустройство. Это установка и детских площадок, и спортивных площадок, и озеленение, и все, что на сегодняшний день требуют жители. Глава региона, секретарь регионального отделения партии Максим Борисович Егоров предложил расширить минимальный перечень работ в проекте формирования комфортной городской среды, чтобы несколько приблизить его к проекту Дворы Тамбовщины». Улучшение демографической ситуации в регионе, поддержка многодетных семей, а также добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции на Донбассе и Украине. Эти и другие ключевые вопросы сегодня обсудили депутаты областной думы на очередном заседании. В нашем регионе начнут единовременно выплачивать по 5000 рублей за каждого ребенка, рожденного с 1 октября 2022 года. По мнению парламентария, эта мера позволит стимулировать рождаемость. Кроме того, продлят статус «многодетная семья» до достижения старшим ребенком возраста 23 лет в случае очного обучения. Кроме того, одной из самых важных мер станет изменение порядка региональной выплаты в размере 100 тысяч рублей тем, кто участвует в военной спецоперации на Донбассе и Украине. У нас было там определенное ограничение. То, что это пособие люди получали после 60 дней после заключения контракта. Сейчас вот это ограничение мы снимаем. Потому что понимаем, что многие люди, которые там воюют, семейные. Все эти законы начнут действовать с момента их официального опубликования. Отметим, их инициатором стал глава региона Максим Егоров. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. В Тамбове дан старт отопительному сезону. Правда, пока речь идет о подаче тепла в детские сады, учебные заведения и медучреждения. Работы по подключению ведутся по заявкам. Об этом и о том, когда тепло придет в квартиры тамбовчан, расскажет Олеся Павлова. Накануне в Тамбове дали старт отопительному сезону. Пока тепло пришло в социальные учреждения города. В первую очередь теплоноситель подается тем, кто подал заявку. Это 32 учебных заведения, 11 медицинских учреждений и 60 детских садов. С установившейся прохладной погодой за окном в детском саду «Изумрудный город» становилось прохладно, а малышей во время сон-часа приходилось одевать в теплые пижамы. Теперь в помещении значительно потеплело. В утренние часы и за выходные здание детского сада остывает. И, конечно, мы вместе с нашими малышами ожидали, что детский сад начнут топить, и комфортная обстановка по тепловому режиму, она, конечно, улучшится. Школа номер 31 тоже в числе первых, куда пришло тепло. Если в коридорах и классах учебного заведения еще терпимо, то в столовой до пуска отопления приходилось согреваться горячим чаем. Школа старая, 50 лет, отопление давно не менялось, батареи все старые. В этом году, летом, заменили отопление, новые батареи, новые радиаторы. Отопление уже пошло тепленькое, вообще отлично. По данным администрации Тамбова, на сегодняшний день тепло подано в 18 школ, 37 детских садов и 4 медучреждения города. Сейчас власти города решают вопрос о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Учитывают и среднесуточную температуру, которая в течение пяти дней не должна быть более 8 градусов. Мы в течение ближайших нескольких дней будем внимательно смотреть за изменением погоды, будем учитывать и обращения горожан, тех, кто иногда настаивает на более раннем включении отопления. При этом я все-таки сторонник того, чтобы мы учитывали объективные факторы, учитывали погоду и минимизировали возможные риски, связанные с оплатой коммунальных услуг, в том случае, когда отопление будет включено раньше нормативных сроков. В целом, как сообщил Максим Косенков, город готов к тому, чтобы начать отопительный сезон для всех объектов, в том числе и для многоквартирных домов. Олеся Павлова, Александр Щеднов, Область новостей. За истекшие восемь месяцев в нашем регионе на 35% выросло количество погибших в авариях на дорогах. Также незначительно возросло количество раненых и самих ДТП. В чем причина роста и как снизить эту страшную статистику, разбирался Дмитрий Шапкин. 672 автомобильных аварий, в которых погибли 80 человек и 904 получили травмы разной степени тяжести. Начальник областного управления ГИБДД Олег Демин поясняет, есть рост, но наметились тенденции к его замедлению. Главная причина такого количества ДТП – большой объем дорожного травматизма, где пальму первенства держат выезд на встречную полосу. Из этого погибли 26 человек. На втором месте – неверное расположение авто на проезжей части, а вот пострадавших из-за пьяных за рулем стало наполовину меньше, чем гоноранее. Активная работа сотрудников полиции, дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы, участковых, уполномоченных полиции в рамках своих административных участков. И, конечно же, это не, скажем так, это не прохождение мимо людей, которые видят, что водитель садится в пьян, в состоянии опьянения, и сообщают об этом, в том числе и в органы внутренних дел. Чтобы снизить аварийность на дорогах, с 25 июля текущего года действует довольно жесткое наказание для тех, кто злостно нарушает правила дорожного движения – конфискация авто. Применяется она к автовладельцам, которые были лишены прав и все-таки сели за руль, снова нарушив закон. Еще одним видом наказания для нарушителей станет лишение лицензии на оружие. Его применят к тем, кто ввел машину, будучи лишенным прав в пьяном виде, при отказе от медосвидетельствования и от уплаты штрафа, а также при оставлении места ДДП, участником которого стал нарушитель. Также эффективным средством станут новые мобильные комплексы фиксации нарушений на дороге, которые начали работу с 1 сентября текущего года. Как пояснили нам, в УГИБДД региона их уже используют не только в областном центре, но и в районах. Сейчас на дорогу в Тамбовскую область работают 120 систем автоматической фиксации. До конца ноября их количество вырастет до 163. Многие появятся и в Тамбове, в том числе и мобильные, которые позволят фиксировать самые разные правонарушения на дорогах. Вполне возможно, что эта мера позволит достаточно серьезно снизить количество аварий на наших дорогах. Дмитрий Шапкин, Ольга Косипов, Ольга Кириллова, Область новостей. Как правильно беречь свое сердце, сегодня рассказали тамбовчанам. Медики напомнили о правилах здорового образа жизни и необходимости заботиться о своем здоровье. Тематическую акцию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний провели в поликлинике областной клинической больницы. Подробности расскажет Олеся Павлова. Зачастую самыми частыми болезнями сердца становится ишемическая, гипертоническая и хроническая сердечная недостаточность. Огромную роль в нашей жизни играют образы жизни и питания. В преддверии Всемирного дня сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября, в Тамбовской областной клинической больнице провели тематическую акцию. Надо обучать население здоровому образу жизни в медицинском понимании. Обучать население правильному питанию, обучать население, какой должен быть уровень холестерина, какой должен быть уровень сахара. Говорить о том, что холестерин 4, а это может быть очень много для больного с инфарктовой, холестерин 6. Это может быть немного для здоровой молодой девушки. Это не прямо пропорционально, это все сложно. При входе в поликлинику медики приглашают горожан проконсультироваться по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний, измерить давление, а еще сдать кровь на холестерин. После экспресс-теста снова к специалисту за разъяснением анализов и рекомендациями по необходимому лечению. Будете соблюдать правила, которые вам врачи? Да вроде надо пособлюдать малость. Как что получится? Тут веждача зависит. Но будете стараться, да? Ну, надо бы. Помогают врачам в проведении акции волонтеры-медики. Они рассказывают горожанам о профилактике заболеваний, которые являются основой здоровья. Нам не безразлично здоровье тамбовчан, а также их жизни. Ведь никто не замечает свой уровень холестерина, пока не сдаст анализ. Люди обычно не осведомлены о таких заболеваниях, а это заболевание приводит к быстрой смерти, неожиданной и внезапной. 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать питание, физическую активность и исключить употребление табака. Олеся Павлова, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей. Подписчики в социальных сетях, благотворительные фонды и неравнодушные люди. Объединив все усилия, мы помогаем встать на ноги и обрести уверенность в движениях девочки Настя, которая страдает тяжелой формой паралича. Чтобы попасть на очередной курс реабилитации в специализированном центре в Саратове, семье нужны деньги. Подробности в сюжете Людмилы Марченко. Ну-ка, пойдем. Пошли левой ножкой. Левой. Настя. Насте Николашиной 10 лет, но только сейчас она начинает делать свои первые шаги. За всем этим стоит большой труд девочки, ее мамы и коррекционных педагогов реабилитационных центров. На данный момент Настя стала крепче в плане физически. Она начала ходить за одну ручку. Пусть плоховато, но все же ходит. В плане рук укреплились тоже мышцы. Но делаем упражнение, я вижу, что руки не то есть крепче стали. У Насти одна из тяжелых форм ДЦП. Это трудности с координацией, непроизвольные движения и проблемы с речью. За 10 лет они проехали с мамой почти всю европейскую часть России. Побывали в нескольких центрах. Последние поездки в Саратовский центр реабилитации «Киндерштаб» «Киндерштаб» – это не только развитие физической силы, но и интеллекта, и альтернативной коммуникации. С Настей, вот мы были летом, конечно, ей далось тяжело, но я вижу, что действительно результаты есть, и все ее слезы, и это ни напрасно, ни хуже. Но он был тяжело, потому что 4 часа физики у нас. Тем более костюм был полтора часа, я получаю 4,5 часа, логопед. Для закрепления всех этих маленьких достижений необходимо постоянно проходить курсы занятий с дефектологами. Сейчас по осенью мы планируем туда съесть, закрепить старые навыки и научиться новым умелкам. В плане дороги не хуже, ну общаемся мы с мамочкой, да, вот в плане дороги для меня это не преграда. Ну, на поезд сел с Кирсанова, доехал там, да, 5-6 часов. Вот, единственное, там квартира дороже, да, но по цене, если сравнить с Адели, вот мы ездим туда тоже, там, конечно, подешевле. Для того, чтобы пройти очередную реабилитацию, надо не только оплатить занятия в центре, но и снять жилье в Саратове. Вся семья Насти – это мама и бабушка. Поэтому рассчитывать им приходится на себя и поддержку неравнодушных людей и благотворительных фондов. Новый курс реабилитации назначен на 17 октября. А это значит, что осталось совсем немного времени для того, чтобы помочь собрать необходимую сумму – 150 тысяч рублей. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Область новостей. Устойчивое развитие региона, архитектура, строительство, транспорт. Международная конференция под таким названием сегодня стартовала в ТГТУ. Задача ее участников – обсудить и выработать принципы работы строительной и транспортной сферы в период международных санкций. Тема продолжит Дмитрий Шапкин. Международная научно-практическая конференция проходит в ТГТУ уже в девятый раз. В этом году она посвящена технологическому суверенитету России в условиях глобальных вызовов и собрала около 100 участников из трех стран. В нашей стране география тоже обширнейшая – от Брянска до Южно-Сахалинска. 23 вуза из нашей страны, а также из Беларуси и Казахстана, большая часть из которых прислали своих представителей очно. Для ТГТУ эта конференция уже стала привычной, тем более, что университету есть что показать и чем гордиться. У нас очень широко развита школа строительного материаловедения с позиции прогнозирования на долговечных строительных конструкциях. У нас развито направление, мы работаем, мы сотрудничаем с НИИ строительной физики, Российской академией архитектуры строительных наук в области акустики, в области половой защиты зданий. У нас достаточно сильная школа конструкторов, связанная с расчетом конструкции в различных экстремальных, в том числе и условиях. Среди участников конференции достаточно молодых Александр Мамонтов уже выступал с докладом в прошлом году. Нам признаются, участвовать лично очень почетно и интересно, ведь спектр задач, которые обсуждают, напрямую связан с его работой. Безусловно, интересно, потому что помимо научной деятельности я занимаюсь и преподавательской деятельностью в университете, и полученные знания и новые идеи, представленные докладчиками на конференциях, я применяю потом в своей повседневной работе. Конференция рассчитана на два дня, в течение которых участники обсудят широкий спектр вопросов. Они касаются новых подходов к строительству зданий и дорог, внедрения современных материалов и методов их использования, а также минимализации влияния человека на окружающую среду. Круглые столы и секции проведут в точке роста в корпусе ТГТУ на Ленинградской 1. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев, Область новостей. В Державенском университете открылся Центр гибких компетенций в медиасфере для начинающих специалистов. Цель новой образовательной площадки – научить студентов работать с современными платформами и медиаформатами. Как, кто и где будет осуществлять поставленные задачи, выяснила Полина Матовникова. В начале этого года команда преподавателей и студентов Державенского университета получила грант от Росмолодежи для создания Центра гибких компетенций в медиасфере. Его участников ждут всевозможные тренинги с преподавателями, общение с ведущими специалистами в медиасфере и мастер-классы. Сегодняшнее мероприятие – это логичное продолжение тех исследований, которые были, то, чем занимаются наши преподаватели, самое главное, то, чем занимаются студенты. Ну и, конечно, дальнейший, следующий этап – это продолжение сотрудничества с нашими работодателями, с нашими партнерами и подготовка специалистов совместно с ними для этой сферы. Главная задача Центра на ближайшие три дня – обучить новейшим технологиям продвижения молодых журналистов региона. Со всех уголков нашей области приехали начинающие специалисты, чтобы понять, как развивать медиасферу в районных газетах. Я жду, в первую очередь, новых знаний, потому что даже работая уже в газете, нам чего-то не хватает, потому что каждый раз что-то появляется новое. Допустим, также сайт. Он у нас появился в прошлом году только, и, естественно, мы к нему только привыкаем. И я думаю, что здесь доступно объяснят что-то новое, что-то интересное для нас. В качестве спикеров выступят руководители ведущих СМИ региона. Они проведут для участников практические занятия, не забывая, конечно же, и о теоретических вопросах, а также займутся с начинающими журналистами проектной деятельностью. В течение трех дней молодые медиаспециалисты будут разрабатывать проекты, направленные на молодежь нашего региона. А после подведения итогов у победителей и призеров появится возможность получить трудоустройство или пройти стажировку в медиаорганизациях-партнерах проекта. На протяжении всего года Центр гибких компетенций в медиасфере планирует приглашать ведущих специалистов России для обмена опытом с начинающими специалистами. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков, Область новостей. В преддверии холодов в Тамбов приехала финская ярмарка распродажа верхней одежды. Демисезонные и зимние модели с 70-процентной скидкой уже вызвали интерес у тамбовчан. Что из предложенного ассортимента пользуется популярностью у покупателей, расскажет Елена Хромова. Кожаные куртки, плащи, дубленки всегда остаются классикой на осень и зиму. Для тех, кто решил обновить свой гардероб, на улице Коммунальной 19 открылась ярмарка финской одежды и обуви. Организаторы представят мужские и женские модели с качественной фурнитурой из натуральной кожи и шерсти. С уходом многих иностранных компаний с российского рынка из-за санкций, из-за импортозамещения, из-за нестабильного курса рубля покидают российский рынок такие компании, как Лапландия, Лухта, Сканди, Филан. Вещи, оставшиеся на складах, на витринах, на манекенах, а это начиная с ветровых, заканчивая норковыми шубами, они решили все это дело реализовать. И сейчас таким образом распродают свои остатки со скидками от 40 до 70%. Представленный ассортимент позволяет подобрать как теплые зимние вещи, так и демисезонные. Размерный ряд начинается с 42 по 74. Удлиненные модели подойдут для комфортных пеших прогулок. Не останутся без внимания и автолюбители с укороченными вариантами. Производитель обещает – качество высокое. Ни дожди, ни ветер таким курткам не помеха. Финское качество вообще всегда славилось качеством, практичностью и морозостойкостью. То есть, начиная от минус 15 до минус 40 градусов, можете подобрать практичную одежду. На ярмарке также представлены кожаные куртки из козьей кожи, шевро, пальто замшево и также норковые шубы из скандинавской норки. На удобство и комфорт обращают внимание все посетители ярмарки продажи. Смогла подобрать для себя интересный вариант и Ирина. Я просто решила себе уже на теплую погоду присмотреть какую-то куртку или что-то теплое на зиму на самом деле я искала. Главное, чтобы это было легкое, удобное и сейчас на повседневную носку, условно говоря. Просто решила зайти, потому что в центре города я просто мимо на работу шла. Вот, поэтому прям зашла, запала, не знаю, мое. Вот бывает же такое, померяешь мое. И поэтому решила приобрести, потому что цена соответствует качеству и хорошие скидки еще делают. Эксклюзивные дубленки, пальто и куртки в межсезонье и зиму можно будет подобрать до 24 сентября включительно. С 10 до 19 часов по адресу Коммунальная 19, бывший магазин «Фламинго». Елена Хромова, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Область новостей. Женский образ глазами женщин. Эта тема стала основной в экспозиции участниц творческого объединения «Тамбовские узоры». В выставочном зале досугового центра «Мир» они оформили небольшой вернисаж из нескольких десятков работ. Как передать красоту прекрасной половины человечества посредством иголки и нитки, расскажет Елена Хромова. Один из мыслителей как-то сказал, что женщина как семь нот. Казалось бы, их все знают, но каждый день они звучат по-разному. Женщина каждая индивидуальна и неповторима. Возможно, поэтому ее образ уже многие века интересует мастеров декоративно-прикладного творчества. Все эти работы выполнены в разных техниках, но каждая из них имеет свою индивидуальную особенность. Работы Татьяны Глушенко словно живописные акварельные полотна. В них видна работа с цветом, композицией и сюжетом. А на самом деле они выполнены в технике полукрест и гобеленовый шов. Вышивка – это рисунок иголкой только, иголочкой. Все это все естественно получается. Кто-то красками рисует, а кто-то нитками, иголочкой. Когда начинаешь вышивать, особенно по мотивам произведений, обязательно берешь саму картину, смотришь, что там нарисовано, какие там оттенки. Может быть, где-то добавить что-то к схеме, допустим. Где-то немножечко оттенеть. Каждой рукодельницей образ женщины увидела по-своему. Есть вышитые работы, словно графические наброски, сделанные карандашом. Есть и более масштабные и объемные сюжеты, передающие фактуру самой дамы посредством подручных материалов – бусин, лент, декоративных ягод. Коль мы в своем коллективе женском друг друга поддерживаем, никогда не завидуем, никогда не, так сказать, ножку не подставляем. Всегда рада в своей встрече со своими подругами. А несем мы что, радость, влюбленность, чтобы нами любовались наши мужчины, нас любили, уважали, чтобы мы приносили деток, которые дальше будут продолжать род. Все зависит от Бога. На женские образы можно посмотреть до начала октября в культурно-досуговом центре «Мир». И, возможно, кто-то увидит в этих работах что-то знакомое и родное. Елена Хромова, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей. На этом пока все. Еще больше информации на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова